Что касается фигуры. Фигура на самом деле каких-то вопросов вообще не вызывает. Вызвала у кого-нибудь фигура вопросы? Если мы начинаем с первой доминанты драматической, мы обязательно найдем более легкую грудную клетку, и, соответственно, заметим дополнительную хрупкость и легкость, которая есть у ней изначально, когда она в легком весе находится. Если мы будем начинать с гамина, мы, естественно, найдем все удлинения и более широкие плечи, которые, опять-таки, не назовешь не абсолютно широкими и узкими, не назовешь какой-то баланс найден, скажем так, в фигуре. То есть, вот между этими составляющими можно увидеть как раз равновесие характеристик гамина и драматика. Очень интересно наблюдать, как фигура полнеет. Причем это не только одна вот эта фотография. Целую коллекцию я вам приготовила. Да, вот на первой фотографии тут она, скорее всего, беременная, но не суть важная. Я хочу обратить внимание именно на полнеющие бедра. Живот мы не будем трогать. Он мог бы быть и у гамина, и равномерная полнота, и все такое, но у него есть фотографии в беременности, и я подозреваю, что это тоже из этой темы. А вот здесь мы увидим, да, вот здесь мы увидим, как помимо равномерной полноты подключается драматическая. И особенно вот на этой фотографии очень хорошо видно. Видно, девчонки? И здесь еще один повод даже не смотреть в сторону гамина натурала. Хотя мы и так бы на него не вышли, понимаете? Тут как ни крути, если мы нашли уникальные маркеры гамины и драматика, тут вообще не так много вариантов, куда выйти, да? Фигура великолепно вписывается в соединение этих двух типажей. Ну, здесь даже не буду сейчас увлекаться дальнейшей детализацией, потому что вариантов комбинирования гамино-драматических фигур миллион. Но мы очень легко видим, что нам ничего не нужно, кроме гамина и драматика. Если у вас вопросы по данной красавице, девушке, напишите, пожалуйста. Или по ней все ясно, как белый день. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...